Здравствуйте! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман. В этом видео у нас с вами будет Мукбанг. У меня достаточно много всего. Сегодня буду есть картошку с сосисками. Это белая, это салфетка, если что. Также сегодня у меня омлет из яиц. И тут в этой тарелочке огурцы нарезные, это сыр, и внизу еще есть помидоры. Также запиваю все колой. За ваше здоровье! Тема сегодняшнего видео такая провокационная, но очень интересная. У меня об этом спрашивали достаточно часто. Хотел высказать свое мнение, почему я не хочу жить в России, почему я не живу в России. Основные тезисы, основные мысли на этот счет. Что я могу сказать? Мне будет интересно, что вы считаете. Напишите ваши комментарии, почему вы бы не хотели жить в России, или почему вы живете в России. Начнем с омлета. Приятного вам аппетита! Очень вкусно! У меня тут много позиций, но как бы не в порядке важности я буду все это говорить, просто что приходит первое на ум. Ну, первое образование. Что мне пришло в голову, что я себе тут записал? Образование на всех парах, будь то это высшее образование, будь то это образование в школе. В России большинстве людей внушают то, что нужно высшее образование, иначе ты не будешь человеком, нужно закончить 11 классов. А по итогу все с этим дипломом, и очень часто с красным. Но по факту люди работают вообще по другому направлению, и этот диплом просто для галочки. Можно им, как говорится, как салфеткой попу подтирать, да, прошу прощения, вот этим дипломом. В большинстве случаев такое происходит, поэтому отчего это происходит? Наверное, из-за того, что люди идут получать образование просто, чтобы было, для галочки. Не потому что они идут, например, быть там дизайнерами, или быть программистами, или быть докторами, потому что они этого хотят. Потому что родители заставляют, или потому что общество требует. Из-за этого у нас такое происходит. В России это часто так. И еще мне не нравится в российской системе образования, особенно в университетах, это то, что у нас есть огромное количество дисциплин по 12, 13, ну да, по 20 дисциплин абсолютно разных. И у нас за семестр, за полгода пытаются их всех действительно обучить этим всем дисциплинам. Насколько я знаю, в европейских странах там есть небольшое количество, получается, дисциплин. И эти дисциплины изучаются комплексно. То есть в течение полгода там два-три предмета. И они очень комплексно изучаются. И тем самым люди получаются лучше, что ли, разбираются в этих всех вещах. Я сегодня, кстати, в белой такой футболке красивой. Вот. В России же все по верхам. Нету конкретики. Нету серьезности. Серьезности нету действительного глубокого понимания всех нюансов, которые необходимы, я считаю, когда ты получаешь высшее образование. Тут нельзя все по верхам взять, и как бы этого достаточно. Много ненужных абсолютно дисциплин пихают, лишь бы было, чтобы там нормы какие-то были, как это правильно, чтобы по нормам все было четенько. У нас, например, на факультете международные отношения и высшая математика и безопасность жизнедеятельности. Причем там была такая преподавательница, которая, ну, просто выедала весь мозг. И она делала из такого, на первый взгляд, базового предмета, из такой базовой дисциплины, ну, очень повышала значимость, что ли, свою. Там, задавая кучу домашнего задания, резко могла спросить. На философии было не так жестко, как на безопасности жизнедеятельности в университете. Это был только зачет, и я очень рад, что я на четверку хотя бы этот зачет сдал. В школах то же самое, огромное количество предметов, учителя торопятся, ничего не успевают, и в итоге наши школьники галопом по Европам, и потом как бы все забываются. У нас есть ЕГЭ в девятом-одиннадцатом классе, в десятом мы там готовимся к ЕГЭ, с репетиторами огромные деньги, тратим на это все, чтобы вспомнить всю школьную программу заново, потому что там объем огромный просто, информация. Ну, в общем, много есть проблем в образовании. Я считаю, что нужно делать меньшее количество предметов, но по выбору, как вот в американских школах, да, то есть у тебя есть там минимум необходимый, и там обязательные предметы типа математика, язык, ну и плюс дополнительные там ты выбираешь, что тебе больше интересно, да, биология там или химия, или физика, ну и так далее, спорт, потому что все люди разные, и можно было бы сделать специальный класс, там класс по рисованию, да, по профилю, там более продвинутый уровень и так далее, как это там. А в России все стандартно, есть продвинутый уровень иногда по математике, да, есть математический, физмат-класс, или есть литературный класс. Ну, такое не везде, в большинстве случаев такого нет, по крайней мере, что я встречаю. Следующая проблема России – это алкоголизм, которую я выделил. Просто мы, конечно, не самая пьющая сторона в мире, но дело в том, как мы пьем. В России люди очень часто напиваются до посинения, как свиньи ведут себя потом после этого. И, ну, это встречается просто везде. Когда я на месяц прилетал в Россию по необходимости, я просто сошел с ума с такого количества нетрезвых людей, которые я видел вокруг. Неважно, будь то бомжи или просто люди, которые были выпившие, неважно, мужчина это или женщина, но суть остается в том, что в России очень много пьют по сравнению, например, с той же Турцией. Здесь вообще алкоголь, во-первых, дороже стоит, во-вторых, тут нельзя встретить пьяных людей, наверное, крайне редко. По крайней мере, мой опыт, я в Турции живу больше года, я жил в Анкаре и сейчас в Измире, я здесь вообще не вспомню ни разу ни одного пьяного человека, я вам честно говорю. Бомжи, конечно, есть, наверное, пьяные тоже, но чтобы это был пьяный человек, который на улице буянит, что-то такое не припомню вообще ни разу. В России я такое встретил везде просто, в аэропорту, когда выходишь снаружи, на улице, в метро, там, по дороге, на ЖД вокзал в Москве и так далее. Может, потому что это очень большой город, это везде, не знаю, как в маленьких городах, но насколько я был в маленьких городах, там ситуация не особо лучше. Вот, и самое обидное, что люди очень агрессивные, когда они выпьют, и эта агрессия, мне кажется, проявляется в нетрезвом состоянии, потому что, когда, как говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Получается, что люди как-то расслабляются под алкоголем, и они позволяют себе лишнее, то есть они позволяют всей этой негативной энергией выйти наружу, начинаются побои там или высказывания какие-то, или моральное давление. В моей семье было моральное давление, скажем так, когда, скажем так, два человека из моей семьи в нетрезвом состоянии, они морально очень сильно давят, насаждают. Вот. Кто это конкретно, я не хочу говорить. По крайней мере, пока. Но хочу сказать, что даже я с этим столкнулся, наверное, именно поэтому у меня отношение к алкоголю такое равнодушное. Я не против, я иногда выпиваю по праздникам, но достаточно редко. У меня было в жизни, когда я напивался, но это можно посчитать на пальцах одной руки, именно количество раз, когда я прям реально очень сильно напивался. Потому что мне все равно на алкоголь. Вот. В России это большая проблема. Следующая проблема – это налоги. У нас налоги достаточно большие в стране, и с тем уровнем заработных плат, с тем уровнем жизни все эти налоги, как бы, я не вижу, куда они уходят. Я не вижу, чтобы что-то действительно менялось в лучшую сторону. У, как говорится, ordinary people, да, у обычных людей, как мы все, не у элиты общества, у которых все неплохо, там, как мы знаем по разным расследованиям, у той же Малышевой, там, прекрасный дом и плюс две квартиры в Нью-Йорке на миллионы долларов. Здорово жить, когда ты долларовый миллионер. и звезда первого канала. Бедность. Следующая проблема. Ну, в России реально большинство людей живут бедно. Я считаю, что когда ты, например, да, семья из двух человек, вы оба работаете, у вас зарплата 20 тысяч, этого 40. Вы платите, например, за аренду квартиры, там, 10 тысяч, да, плюс, там, коммунальные уже 15. Может быть, все вместе 20 выйдет, если квартира побольше. За еду, там, 10 в месяц, да, например, тысяч. У вас остается 10 тысяч на все остальное. На интернет заплатить, на остальные какие-то там, транспорт заплатить. И все, денег у вас нет. Это бедность. Потому что вы вообще не можете отложить деньги. Ну, и не хватает на мобильный там телефон, на какую-то технику и так далее. Нужно брать в кредит или нужно там какие-то в чем-то себе отказать для того, чтобы позволить себе что-то. Или взять в кредит, или взять там в ипотеку и так далее. Ну, то есть не зря же говорят, везде можно посмотреть, что в России большинстве людей, абсолютное большинство, вообще не было готово к коронавирусу, не было готово к этой ситуации, потому что нет вообще никаких сбережений. А нет сбережений, почему? Потому что нет куда взять их. И в России была бы возможность платить учителям нормальную, достойную заработную плату, докторам, другим, просто необходимым людям, без которых, на которых просто держится страна, да, это медицинский персонал, это врачи, другие важные позиции. Была бы возможность, если бы не другой минус, это коррупция, который эти же нами же и поощряется. То есть мы даем эти взятки везде, потому что как бы такой жизненный круг, жизненный баланс в России сформулировался, и поэтому мы все как бы жалуемся, вот, у нас все плохо, у нас взятки постоянные, коррупция, да, как бы, ну и мы тоже это поощряем на местах, больницах, детские сады, школы, чтобы попасть, даем взятки, чтобы получить бесплатное образование, мы даем взятки, или чтобы попасть в детский сад. Это жесть. Причем иногда это очень хорошие суммы. И на этом закрываются глазки. Глаза на это все закрывают. Правительство, следующий минус. Ну, тут я много говорить не буду, вы сами все прекрасно знаете. Я говорю не про одного конкретного человека, я говорю про аппарат в целом, про партии, вообще про неконкурентность, несменяемость власти уже 20 лет. Интересно, что будет дальше, когда, ну, как бы, президента не станет рано или поздно. вот, вот тогда будет весело, в кавычках, но поживем, увидим. Следующий минус это дороги. Честно, я был в небольшом количестве стран, я был в Таиланде, я был в Германии, я был в Турции, это вот три страны, где я действительно побывал, но хуже дорог, чем в России, я не видел нигде. Россия был в разных регионах, в разных городах, и в Сибири, и на юге, и в Санкт-Петербурге, и в Москве. Я не был, наверное, только в Якутии, на Дальнем Востоке. вот, а так, ну, в большом количестве регионах я побывал, как бы, миллионы рублей на это инвестируется, но мы продолжаем как бы проводить эти ремонтные работы, когда снег лежит, или когда идет дождь, не в нужное время мы это делаем, как будто бы вот сказано, вот сейчас делайте, мне не важно, какая погода, вот у вас есть время, там, за два дня все сделать, быстренько, неважно как, главное, чтобы, как бы, это, красивая оболочка была, красивый фантик, а то, что внутри все прогнило, плевать, вот этот красивый фантик же на какое-то время хватит, все, вот, пока держится, нормально, а за то, мы следующую денежку получим, в карман себе положим определенную часть, ну, а что останется уже там на фантике заново, пошлем, и люди, бригадиры, строители, кто этим занимается, из этих материалов, даже не знаю, можно их так назвать, слепят какую-то там дорогу, экология, экология, то пожары, то наводнения, ну, в общем, то пожары экономически невыгодно, туши, то у нас свала, свала, куча, мусор, мусор не перерабатывается, ну, то есть, столько нюансов, которые, понимаете, и людей вроде как раздражает, а с другой стороны, глобального ничего не меняется, вот, все, что я вот сейчас назвал, вот, что глобально, в хорошую сторону поменялось, напишите, действительно, с образованием не вижу каких-то изменений, с налогами нет, ни с бедностью, ни с правительством, ни с дорогами, ни с коррупцией, вот, ни с экологией, я вот честно не вижу изменений в лучшую сторону, действительно, хотя бы даже на 50%, да, в сторону, скажем так, позитивного опыта других государств, где эти причины, как-то эти проблемы пытаются решать. Следующая, изоляция интернета, зомбированные людей из-за этого, скажем так, мы защищаем российский суверенный интернет от внешних угроз. Ну, вы же сами понимаете, что это, как бы, все предлог, да, для того, чтобы это все сделать. У людей нет свободы слова в России, свободы действия, и плюс еще и интернет хотят обрубить, то есть вообще везде, по всем фронтам людей хотят загнать в некую пещеру, что ли, в некую клетку, я бы так это назвал. И, ну, в общем, дальше комментирую, даже это не вижу смысла. Могут посадить, да, как я сказал, нет свободы слова, нет свободной прессы, нету конкуренции на каналах, по телевизору говорят только то, что нужно говорить из-за цензуры, пишут тоже только, что нужно писать в газетах из-за цензуры. Если что-то где-то не так вякнул, секирь башка, так, по-моему, говорят. Вообще, в целом, отсутствие перспектив в целом. В России есть работа в Москве, в Санкт-Петербурге, и то, да, как бы ее надо хорошо поискать. А так, на регионах, если у тебя нет родственников, хороших связей, навряд ли ты найдешь хорошую работу, да, если у тебя там не IT-образование, конечно же. Как-то единственная сфера, где реально можно очень, даже в регионе найти работу, высокооплачиваемую. Да, это видео длинное. Ну, и тема такая комплексная, согласитесь. И мысленно это что-то тоже много. Лично у меня низкие зарплаты, высокие цены. Следующий нюанс. Ну, это действительно так. В Москве там 30 тысяч в средняя зарплата, да, в регионах там 15. ну, что ты на эти 15 тысяч в месяц купишь? Да, я лично на еду трачу 10 тысяч в месяц. Один. О чем тут говорить, когда семья? Чтобы более-менее нормально питаться, я трачу такие деньги. Чтобы были качественные продукты. Ну, конечно, это не все продукты питания. Какие-то моющие средства и так далее. То, что необходимо для бытовухи. 10 тысяч. А зарплата 15, да, у людей? налоги, интернет, связь мобильная, транспорт, жилье, трусы какие-то надо купить, там, не знаю, футболки, хоть что-нибудь. А на это откуда деньги брать? Если у тебя зарплата 15 тысяч, и ты никуда не денешься. вот ты вот живешь в этом городе, все, это твой максимум предел. Я не знаю, как из этого выходить. Просто уезжать куда-то, наверное, бросать все. Ну, опять же, это делают не все. Большинство людей только жалуются на жизнь. и, как бы правильно сказать, они никогда не найдут вот этот максимально идеальный момент, чтобы уехать. Всегда найдется какой-то предлог, чтобы остаться. Вот. Я нашел этот максимально идеальный момент, и я им полностью воспользовался. Я очень благодарен. Помидорка, наконец-то, она у меня тут выглянула. Я безумно люблю помидоры свежие. Томаты. И мне понравилась фраза одного человека. Главная причина, почему люди уезжают из стран других, это люди. Действительно, я согласен, вот самая, наверное, ключевая проблема, это менталитет наш, когда мы, когда большинство россиян, у них даже нет загранпаспорта, или у 50% населения России вообще нет загранпаспорта, и люди, когда там, ну, первый раз за границу прилетают в ту же Турцию, там, да, Египет, Таиланд, самые популярные страны для России, All-Inclusive покупают, и горы еды набирают, потом ничего это не съедают, с такими глазами огромными, да, там, по 10 рублей, на все так бросаются, так дико для них все это, и они вот ведут себя как колхоз, что ли, я не знаю, как это правильно объяснить, как-то стыдно, что ли, становится, люди там напиваются, пользуясь этим All-Inclusive, потом себя ведут ужасно, ну, этих ситуаций море, вы сами это прекрасно знаете, в России, ну, честно, очень агрессивные люди, в социальных сетях и вообще в целом, возможно, есть где-то более агрессивные люди, но я таких еще не встречал, не знаю, как вы считаете, конечно же, не все, и у каждого есть выбор, с кем дружить, с кем общаться, я благодарю, наверное, самого себя благодарю за то, что люди, с которыми действительно я до сих пор поддерживаю какие-то контакты, они не как абсолютное большинство и я благодарен за это, потому что я очень избирателен вообще в целом, в общении с людьми и так далее, и я как бы отрезаю людей из своей жизни, если я понимаю, что все мне как бы некомфортно и у нас разные пути и в общем-то я должен быть кем-то другим для того, чтобы общаться с этим человеком, я не могу быть самим собой, как-то никогда я не смогу быть близок с таким человеком, если я не буду самим собой. в России как будто бы нет, знаете, какого-то сообщества, что ли, все сами за себя, если у кого-то что-то хорошо, мы сразу булим, ненавидим, хейтим этого человека, потому что, ну как же так, у кого-то что-то получается, те, кто уезжает из России, они изменники, предатели, родины, хотя я прекрасно отношусь в целом к России, но из-за тех объективных минусов, которые я назвал, я не планирую жить в этой стране и даже если мне придется на какой-то период когда-то приезжать в Россию, я сделаю все необходимое, чтобы в ближайшее же время снова уехать из этой страны, потому что я не знаю, что может произойти в моей жизни, возможно, мне придется приезжать в страну, но опять же повторюсь, что я в ближайшее время уеду обратно. Также ключевые проблемы России это расизм, гомофобия, национализм, сексизм, ну и остальные проблемы, да, их очень много. Вот эти четыре, которые я сейчас назвал, тоже дополнительно, о них можно прям снять отдельное видео, потому что ну, это прям тоже целая комплексная, скажем так, проблема с многих сторон в России она, да, обсуждается и интересно просто на это снять и об этом поговорить. Да, видео практически на полчаса уже, наверное, я буду заканчивать. хамство везде делают в России, в магазинах, в бесплатных клиниках государственных, унижения жестко, в комментариях, ну, везде. Платят там футболистам миллионы долларов, даже не рублей в России, обожают футбол, да, но несмотря на то, что наши футболисты одни из самых худших в мире, как бы все равно они офигенные, огромные зарплаты получают и как бы люди продолжают всякий фонбет, всякие там ставки на спорт. Есть, знаете, есть предложение, когда есть спрос. Если это не интересно, людям не будет и такого предложения, но так как миллионы просто людей по России ставят эти ставки, хотя это бессмысленно, я считаю, это продолжается. Не знаю, в общем, понты, мы показываем, какие мы богаты, чтобы нам всем завидовали, что мы хорошо живем. Жить нужно не на показ для общества, нужно жить для себя и нужно быть счастливым с тем, что ты имеешь, с твоей работой, с твоей семьей, если она у тебя есть, да, карьера, хобби, неважно, друзья, все, что у тебя есть. Ценит для себя. Я не знаю, как-то надо быть, что ли, более откровенными друг с другом и не надо все это показывать как бы в уничижительной форме для остальных. И я тоже сейчас это видео сделал только лишь для того, чтобы поделиться своим мнением. Надеюсь, что вы поймете меня и примете с таким мнением, которое у меня есть, которое у меня сложилось за 20 лет жизни в России. Сейчас мне 22, то есть два года я уже в России не проживаю. Да, в России какие-то все мрачные. Не знаю, я в Кирове когда был, я помню, еду в автобусе к коллег, подруге, смотрю на лица людей и все какие-то понуры в себе загруженные. И ты вот смотришь на людей и думаешь, а что же с вами с семьей произошло? Почему вы все такие печальные, озадаченные? как бы у меня в голове вопросы. Не знаю. Наверное, я буду заканчивать, потому что я слишком много говорю в этом видео. Но я не знаю просто как можно короче это снять. Спасибо вам большое за просмотр, за то, что вы посмотрели до конца это видео, потому что у меня тут много было нюансов, которые я указал, которые меня раздражают. Напишите, с чем вы согласны, с чем вы не согласны, если согласны, почему. Просто любой комментарий напишите к этому видео, любая активность ваша будет мне безумно приятно, особенно сейчас. Поставьте лайк этому видео тоже, если оно вам понравилось. Подпишите на мой канал, подпишитесь на мой канал, если вы еще все это не сделали, потому что, опять же повторюсь, любая активность безумно будет для меня приятна. И сейчас, так как я в начале своего пути, ваша поддержка мне важна в 10 раз больше. Спасибо вам большое за вашу обратную связь в социальных сетях, всегда я все читаю, и мне безумно приятно любая конструктивная критика, и вообще в целом ваша обратная связь. Пожалуйста, берегите себя и ваших близких. Надеюсь, что это видео было для вас интересно, вам покушали и меня послушали. Всего вам доброго, до свидания, увидимся с вами в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok